запись начать надо это опять забыл приветствую йорк здравствуйте бойко здравствуйте лосвин здравствуйте рандир вот одна звездочка понятия не имею здравствуйте на заворонил здравствуйте только на сторону да довольно забавная новость не скинули голые гримпис овцы вышли на улицу для того чтобы объявить как бы так протест против угадайте какой настольной игры то есть голый гримпис овцы вышли объявить протест голая против настольной игры то есть угадайте против какой настольной игре она очень популярна и здравствуйте вла здравствуйте город здравствуйте метри квинт нет настольная игра именно вы ее руками потерпеть можете и это не монополия нет это популярно настольная игра фэнтезийном и фантастическом мире ваха правильно да здравствуйте ханшара то есть они против того чтобы персонажи и модельки были одеты меха животных то есть против они поэтому не ушли голые вот такие вот хорошие люди это привела да 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 есть эра сигмара ну в том числе и по 40к тоже потому что 40к волки бегают волки бегают в мехах волков как ни странно дурка плачет да нет я думаю опять просто сама пиар обычно сама пиара здравствуйте носочек да я сегодня прям насморк одолел люту одолел чем он такого рассказать я интересно на тебя дома вы стороне это было в америке бивары анонсировали не анонсируемую анонсировали особенности не анонсированные игры вот горячая разработка стартовала двенадцатом году новая вселенная с новыми персонажами игра с кооперативным прохождением через пару месяцев сделать официальный анонс такая вот фигня ну и в пиларсах за два лимона 200 тысяч обещали всем квеста дательным персонажем ну и писем сделать портретики оказывается это пипец какая дорогая функция я не думал что рисовать патриотик для персонажа это так дорого оказывается это действительно дорого кто бы знал также пластиковый хорус шкуре бегает лишь только живодёры могут придуть пластиковый хорус ай-яй-яй здравствуйте иван долбан насморк 19 а вру 19 9 числа всего месяца будет бесплатный бета-тест для for honor если вы еще все еще думаете купить или не купить то вот можете попробовать то есть 9 по 12 будет бесплатная бета-тест голема еще шажок на пути к совершенству лиги легенд бесплатно за денежку только с кино лиги легенд бесплатно на скеллиги произошел магический взрыв который уничтожил значительную часть древней пуще и видимо был связан с появлением цель герак чему это ах да наши посадили когда меня будут судить когда ярл тебя призовет значит нескоро чем дольше сидишь каменоломнях тем меньше выступаешь как придет срок суда этот здесь второй год он тот третий не это нормально для меня я зимой всегда такая веселка я кашель сухой и насморк нормально ваш как нибудь договоримся слушай можно как-нибудь договоримся здесь тебе небольшая земля меня нельзя купить ни золотом ни славой а как же заскучал великое тело есть так ну-ка если так луга свит сказал что суд будет сегодня ты забыл верно пойдем мой род существует еще со времен убина великого а этот пёс его прервал за это он должен умереть я здесь творю суд ли помни об этом ведь это приблуда чужак он не заслужил ни суда не даже смерти от меча он не прерывайтесь я с удовольствием послушаю вера не думал что мы так быстро увидимся вновь ты пригласил меня в свои земли сказал что я найду здесь работу да убивать чудовищ не людей перейдем к делу лейф утверждает что ты убил его сыновей кори и краки что ты на это скажешь ренвук сисич но я не знаю сложно мне поэтому что-то сказать посадили опять тут оружие ну да как бы без вариантов было чукчи не поэта офигенный не поэт при помощи где можно прожечь расплавить решетку теоретически да но сколько времени на это понадобится чертова знают здесь это будет далеко не сразу вот прям совсем далеко не сразу здравствуйте хивия за что в тюрьму людей порешил случайно я защищал себя и ерунда никто не подтвердил твоих слов и не подтвердит всегда проще повесить чужака чему судить своего так а ты за словом в карман не лезешь за словом он меня оскорбил ярл меня и весь наш клан закон предков гласит что тихо я уже принял решение геральт из ривии я признаю тебя виновным в двойном убийстве наказанием за это будет смерть через удушение но ты можешь откупиться выплатив вес кори и краки серебром позволь мне обладать в рассрочку даже знаю что у меня нет столько денег здравствуйте химик что-то какое-то вымогательство по моему ты знаешь что у меня нет таких денег разве что парни были гораздо легче чем выглядели прекрасно это знаю я сам заплачу отступные это против всех законов законы здесь устанавливаю я возвращайся домой если ты меня разозлишь привяжу тебе мешок с этим серебром и сброшу в море а пардон огнитесь поцелую стремота какая-то здравствуйте 3d зачем весь этот театр если ты хотел нанять ведьмака сразу так бы и сказал обошлось бы дешевле скажи мне ведьмак есть у тебя честь и есть это поля не угадал дело с лейфом от твоего имени а значит у тебя передо мной толк чести и ты обязан сделать то что я прикажу поэтому слушай внимательно мой сын лугас синий ушел в поход но не в набег против черных и не грабить монастыри вздумал он отправиться к пещере снов это кьюба от острова не возвращаются ты умный мужик и с мечом обращаться умеешь а эти два свойства редко встречаются вместе так что ты должен ему помочь мне нужен наследник забирай свои вещи и делай что я сказал или ты навсегда потеряешь честь и имя да ведьмак такой на самом деле свойствую слоистая игра очень ты сделаешь туда но закрывается это сюда закрываются то есть люди все понятно и просто на самом деле нифига почему мне по четыре опыта дает сколько у меня денег вообще восемь тысяч там кстати кузнецы были надо толкнуть им деньги мое почтение ведьмак и хотели было привет хочешь взглянуть на наши запасы я так понимаю это все продается оружие не должно собирать пыль особенно если найдется кто-то кто сумеет его оценить да я вижу зерканские зефары махакамские топоры верледонки откуда у вас столько товаров с большой земли море дает если не дает добром вы отрубаете руку вместе с мечом а что думал волны выбросили все это на берег вместе с ракушками и другого интересует какого хрена на заднем плане так часто собаки появляются очень-то ровно сзади меня за что тебе грохнуть захотели два переростка за то что они свои не из их деревни и выгляжу я че-то как-то стремно вот и грохнуть хотели здравствуйте 9 неизвестно кто него что не ставите считается смесенник особенно женского пола давайте разомнемся я бы не отказал за сапоги хотели грохнуть а у меня просто хотели грохнуть потому что ну тупо не свой угла не нужна ливень мне тем более не нужен к сожалению эта фигня не работает тут как бы все равно заставляют то есть все равно считается что что она у тихо кулаками забил насмерть какие ушлые чудовища да не беда господи забирай а а В этом мире не нужны причины, чтобы грохнуть. К сожалению, да, мир такой не очень круто, тем более тут викинги, они просто пьяные были, я думаю, ссоры искали, отчасти. Я все жду, пока он сыграет шпиона, но что-то как-то он его не играет, сволочь. С лугунгом сыграешь? С ним разве можно сыграть? От говняк. С лугунгом сыграет шпиона. Вот где долбаные, долбаные деньги, это он так нужен. Здравствуйте, полимеча. Хочешь что-нибудь? Здравствуйте, свечерез. Я бы не отказался. Всегда отдам окно, я же говорю так, для разминки. Надо было резать до того, как она вот эти вот троих выкинули, когда там три карты по 12 было. А я бы к тебе и кончил на месте. Здравствуйте, юнош. Ну тут я тупо проиграть не могу. Йен пока выкладывать не буду. Пришли к медичку. Угу. 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 Продолжение следует... 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 Маньяк Ну, в добрый путь Здравствуйте, Максим Баркман Земля, прощай В добрый путь Кстати, я тут почитываю Повелитель гномов Ну, серию Повелитель гномов Помните, игра как раз такая была The Dwarves Вот, книги по ней читаю Оригинал, вернее Ну, короче, книги читаю, по которым была сделана первая игра И, в принципе, книги интереснее То есть, игра по сравнению с книгами какая-то Детская Здравствуйте, Ковардер 21 на 9 Да, у меня 16 на 9 Еще, по идее, плеер должен подстраиваться Под разрешение Странно Растут на берегу, что-то есть или нет? Ну, плыви давай Ну, говорю, монитор же у меня 16 на 9 Соответственно, 16 на 9 идет стрим Ибо захват такой БТ, вроде, плееры исправляют же Они меняют разрешение Там, больше и меньше Ну, вроде бы Ну, сейчас идет уже мода на VQ HD А не Full HD И, соответственно, карты разгоняют под VQ HD Ты глаза его видишь? Я не знаю Тебе здесь чего? Я хочу говорить с Лугосом Синим Хе-хе-хе, слышал? Он хочет говорить с Лугосом А может, и Фрей трахнуть тебе хочется, а, приблудая? Лугос меня ждет Веди Верно Пойдем Че? Я что-то не понял Ну, постой здесь, подумай Хе-хе-хе-хе Потом залезу в бочку Обсыпал себя солью И говорил, что он селедка А, видимо, сам себя веди Ты знаешь, когда на моем Дракаре В последний раз были люди с Большой Земли? Не знаю Когда я вез пленников из Велина На невольничий рынок в Назаире Говори Зачем приперся? Пора бы уже нормальный доспех сделать Ну и что бы делать? Я чертова знаю Один-Отин Начальница от Волка Твой отец решил, что тебе пригодится помощь Ведьмака А я перед ним в долгу, поэтому Говорил я ему, чтобы он не вмешивался То я сам справлюсь Может, ты не справишься Пещера снов, место вроде небезопасное Смертельно опасное Потому я туда и иду Ладно Пусть так А то старик опять разворчится Я уже собирался выходить Ты готов? Мне, с другой стороны, интересно Смотрите, подвиг должен совершать Непосредственно на сам Эм Испытуемость, скажем так Или тот, кто принял подвиг И сие докажут его воинскую честь Смекалку, мудрость И же с ними всякую фигню Вот А получается, что Все делает Ведьмак Что ждет нас в этой пещере снов? Это зависит только от нас Потому что Ах Позже объясню Можем отправляться Это далеко? Не На полет камня Соберем только остальных ребят И пойдем Посмотрим, сколько правды в легендах Ну, например, забить великана Это лучшие воины Моя дружина, Геральт Они пойдут с нами Йорлофа прозванного Росомаха И ты уже знаешь Здоров Здоров, Боди Уви молчун Моя специализация Разговаривает молчунов Почему Уви такой тихий? Потому что у него нет языка А что случилось? Он лизнул железку на морозе? Он отрезал себе язык За то, что пьяным поносил короля Брана Потерял голос Но сохранил честь Интересные у вас обычаи Как у японцев прямо Как покупать Которые оказывают Где лежат чертежи Прежде чем отправимся Скажите, наконец, что-нибудь Про эту пещеру Хоть пойму, с чем буду сражаться Это можешь знать только ты Старцы говорят Что в пещере снов Нужно сразиться С тем, чего больше всего боишься С тем, из-за чего Ночью просыпаешься с криком С чем-то, что уже было Будет или может случиться Интересно, чего может бояться Убийца-чудович Ну, довольно болтовни Мечи на голо Вперед! То есть, меня Замучивает либо Йенка Либо долбанная мучильня Искайр Морган Уж чего-чего Но накеров я не боюсь Это только начало Настоящее испытание Ждет в конце пищи Уж чего-чего Замучивает либо Я не боюсь Я не боюсь Знаешь, как мы называем Накеров на нашем Накеров на нашем Накерах Понятнее Накерах 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 Вот образ в другом Как это представить В виде физического Проявления страха Накерах 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 Тотем Все верно Теперь нужно съесть эти травы Это еще зачем? Чтобы идти дальше Туда, где начинаются кошмары Так гласит легенда Так и сделаем Что это за травы? Так, погоди Что там этот друид говорил? Болиголов Маг Сонная одурь И это, как ее? Ну... Белина О-о-о Так нас ждет неплохой забег Геральт опытный, да? Приниматель трав Поехали Ладно, давай Вот Увы, Йорлух Лопайте До последнего зернышка Че, я только не жрал в своей жизни От всего прихода ловил Я вот никакой разницы не чувствую А ты, увы Если ты спрашиваешь у немого Значит, все-таки чувствуешь Ну, пойдем Пора сразиться со страхом А че там, просите, за голубой кит плавает? Уже шатает Видите? Этого финвала Наверху Большой он для финвала Это синий кит Синий кит? С такой тупой мордой? Что-то на тебя нашло После этих трав Ну, они себя приняли И так нормально Бран? Это невозможно Я вижу, вы утомились в бою Садитесь со мной Выпейте меду Расскажите о своих приключениях Благодарим тебя, король Мы... Я не буду с тобой пить, старик И не буду называть тебя королем Сойди с трона, пока еще Можешь сделать это своими силами Увы Ты говоришь Я? Я... Я не... Я... Я только... Ты снова меня оскорбил Увы Молчун Первый раз Я позволил тебе самому себя покарать И сохранить честь А теперь Теперь ты умрешь, как трел А твои останки Я оскорблю угрям Я понимаю концепцию галлюцинации А почему у нас одна галлюцинация на всех? Какого черта? Геральт не боялся Вильги Форэдсуэл Вообще никого не боялся Уври, скотина! Вот прямо знаете, что он такой Лютым страхом Так вот он никого не боялся То есть когда он на Вильги Форта шел Там было Здраво и рационально Что он сам бы его никак не одолеет И поэтому ему Нужна помощь была Здравствуйте, Рандом А как же петух? Какой петух? Эй, глядите Летучие рыбы И что же тут странного На море то и дело таких видно Но у этих-то и крылья есть Они Они словно плывут в воздухе Я... Я знаю этот дракар Знаешь... Это же лодка твоего отца Лодка, которую разлила скалы Заслушавшись наше упение Я перебью вас Перебью морские шлюхи Попытайся А жизни ты ему все равно не вернешь Ты сам убил его Сын убил отца А там я думаю Не в прямом смысле это было Что он курицы боялся Он боится остаться не нужным Что ведьмаки больше не будут нужны Да это он в принципе тоже как-то не боится То есть ему грустно по этому поводу Но он этого прям не боится Вот остаться одному Я думаю Это самый такой большой страх Может быть А может и нет То есть Реющики проскакивали По книгу Нет Это повседневность Попытайся Попытайся Попытай Ну тут че-ли бы да Существуют Но они не летают Прям напрямую не летают Сырюшка Пишина Покой Обозрительно Это должно быть мой сон Я не боюсь ничего Вот щас и посмотрим Ты ничего не боишься Ты? Ты наделал штаны Когда молни ударило в дерево Около дома Мне было три года Я уже сто раз показал Что Наделал штаны Перед всей деревней Такой стыд Сын Ярма Надо было тебя выгнать Ты только видение Призрак Призрак твоего отца Которого ты боишься Потому что знаешь Что под мёгки ему не годишься Что ты его разочаровал Я лучший воин Чем он когда-либо был Докажи это Сосранец Какой Блин Прямо страх Жалкое зрелище Ужас какой-то Ну щас посмотрим Чего думают разработчики Чего он боится И кто лучший воин Кто Лугас Оставь его Это только призрак Ну не годится так Да естественно Он тоже нигде не боялся Он порой даже Об этом думал И хотел Стать мясником Из плавики Но возможно Да Может он себя боится А может быть и нет Король Король Дикой охоты Все куда как проще Да Просто Редит Вот если бы Саркопуткая тут Привиделась Было бы шикарное То есть Была бы такая Отсылка И весьма глубокая По поводу Зла Атака Заклон На скеллиге Да Глухо Она все равно Будет моей Через мой труп Как поживаешь Да Все таки Банальный Страх за Цирию Давай Геральт Ты выплатил Свой долг Ты свободен Ты скажешь Отцу С чем тебе пришлось Сразиться В пещере снов Конечно Ведь я же Его не боюсь А Это была честь Сражаться рядом с тобой Будь здоров Геральт Ну Могли сделать лучше Вот Если честно Задание Я ему сдавать Не должен Просто Просто так Так Давайте посмотрим Что у нас есть Очень ценный урок Ой Как далеко Тут уже был квест Где Геральт Сам собой Сражался Не метаферически Конечно Но Тем не менее Да Здравствуйте Женц Хоть бы С собой Меня взяли Что ли Засранцы Выдти Блин Мне теперь Самому Плыть О да Сверкопутка Наверное Была бы Самая Такая Интересная Отсылка Книга Так Ну-ка Иди сюда Косолопы Скотина То есть Сделать Пере Ну да Можно было бы Сделать Синемати Как он С Вилли Фордсом Сражается И Вилли Фордс Всех убивает Одного за другим Ну таких Эмоциональных Да Можно Много было Сделать Видимо Мы считали Что Слишком Глубоко Будет Сэйвушка Здравствуйте Рулет Чё это я Нашел Не знаю Первая игра Это вообще Там Всё по книгам Было Да Безобразие По книгам Целая цитата Оттуда Выдирали Целые Главы Ижи с ними Уймись Не полезай Наверх Ах Ну-ка, молитв, подай давай. Мне, с другой стороны, просто интересно, откуда чертёж доспека Нидвигародской гвардии где-то в долбанной пещере валяются. Чё, прыжок вверх сделаю? Или лучше не надо? Нет, тому лучше не стоит. Музыка. 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 делал пришли говорят как нырнешь под воду тут сразу раковины видно беда в том что не во всех есть жемчуг а уж черные жемчужины и вовсе редкость но если поискать что-нибудь непременно найдешь значит нырять буду я видишь какое дело я всю жизнь в пехоте лямку тянул так что по морю не сильно тоскую и легкие уже не те так что ну что клиент всегда прав говно работа так пусть это ладно хрен с ними ничего не сделаю дело зря я не не в жуку и не держи Гуси, конечно, на меня никогда не нападали. Максимум, от кого я бегал, это были здоровые злые собаки. Нашел. Здравствуйте, Скай. Интересно, сколько у меня за эту долбанную жемтяжину тост. А что это у тебя мечи не на поясе? Удивающе меча не было. Зараза. Должно быть я их плеском привлёк. Ты как? Задели меня чуток. Но уж если я после Содена прочухался, так и тут выдержу. Так как там получилось? Черная жемчужина, как ты и хотел. Прекрасная, редкая, как моя лента. Но, как говорил Конетабль Наталис, заслужил ты медаль. Или даже недельный отпуск в борделе. Мне и денег хватит. Ну да, конечно. Послушай, тут такое дело. Глупо, конечно. Только я не взял с собой золото. Мудро. Правда? А то сейчас на большой дороге опасно стало. Не то, что раньше. Встретимся в Новиграде. Тогда я тебе и выплачу всё до гроша. Слава пехотинца. Ты бы ещё и накинул, что ли, сверху, я не знаю. А то как-то... Не по-людски, что ли. Ить! Вот там что-то есть. Опять долбаные пираты. Игра. Ох! Ах! Эх! Понеслась! Ах! Стойте! Здравствуйте, IT-Show! Ну давай! Курить легко и не напряжено. Никак. Это состояние души должно быть такое. И желание бросить курить, и всё. По-другому никак не выйдет. Ни чудо-таблеточки вам не помогут. Ни сосательные конфеты, жвачки и прочая херня. Есть два варианта. Вы хотите курить, либо вас должна жутко душить жаба. От того, что пачка сигарет сейчас стоит 100 рублей минимум. Вот. Выбирайте. Лэйв! Собираюсь, возьми ещё пару ловцев жемчуга и вези их к нам. Только вот этих хороших, а не тех, что мы в прошлый раз зазвали. А, зазвали нас Пики-Рок. Уж так дьяволы и потанули. Не знаю, может тут корабль правда слишком глубоко лежит, чтобы можно было с ним ещё вот чё-то вытащить. Но попробовать всё-таки стоит. Те, кто по-секому решит, везли порядочно серебра. Увэ. Сыюшка. Ты курил? Ни разу. Да-да-да, вы уже рассказывали про жуткое чудовище, которое бампер отожрала. Я всё помню. Эх, поехали. Надеюсь, куда-нибудь я выплыву. Сыюшка. А тут у вас чё? Сыюшка. А тут у вас чё? Эх, завершён. Эх, завершён. Картинки с болячком, которые якобы... Типа отвращения. Не знаю, у меня он... Кхах, кхах. Сколько пытается кинуть у парня, с которым я работаю. Ничего у него не получается. Наклеечки там, не наклеечки. Вообще пофигу. Смотри, две пачки в день и все. Ну и чё здесь было такого? Видимо, просто пещерка. Ладно. Я ему предложил что-то пых-пых сигаретки взять. Он сделал несколько нелицеприятные комментарии по этому поводу. Скажем так. А кто будет драться лучше других, получит доспень. А ну, снимай всё, что есть. Быстрее! Браво! И покойник! Мда! А ну там... Способов-то много курить. Но единственно, верно, это осознать... что это тебе не надо. А то все способы курить только временные будут. Там максимум на месяц, на три, может быть. Здравствуйте, Дима. Я, Киаре, сын Кнута, дважды обогрел себе позором. Первый раз, когда бежал с поля битвы, убоявшись смерти, щит я выкинул, почил на дне болота, и до самого Рагнарёка будет он свидетелем моей трусости. Во второй раз, когда по научению Орна две головы, помог выкрасть урок Хеллиги Чернорукова. Орн думает, что я хочу продать урок контрабандистам, но я этого не сделаю. Если что суждено мне жить вором и грабителем, лучше мне жить, не жить и вовсе. Единственное, что я могу сделать, чтобы вернуть себе честь, это возвратить урок на его законное место в его родные края. У отёса, который Хольгер поручил найти урок, семья живет недалеко от этих скал. Надеюсь, что он приедет сюда вскоре на праздник равноденствия. Тогда я смог бы отдать ему украденные руки и просить, чтобы он выступил за меня перед Ярлом. Боли богов, чтобы так все и случилось. Что-то я не в форме сегодня. Ну... Понимаете, там такой человек, что ему похрен как бы немного. То есть у него хронически спина болит, рука, нога, все болит там. Мульон болячек, и человеку вообще пофиг. Живет и радуется. Такой неудывающий человек. Так что... Я их буду смолить, не смолить, по-моему, сегодня. Здравствуйте, Леонгкар. У-у-у-у, дра, тут я. Здравствуйте, Влад. Здравствуйте, дорогие. Следушка, иди сюда, блюбиток-переросток. Ну что, паскуда? А, то есть мельницу я крутил-крутил, в итоге, блин, конечно, один удар. Ай, молодца, а? Здравствуйте, народчик. Да, блин, ехай давай. Я еще не проапгрейдил. О, не идите в пятку, я валю отсюда. Бегите, люди добрые, спасайтесь. Сирена на подходе. Если глаза мои не врут, меня посетил сам белый волк, воин. Он философ, герой-любовник. Кто-то наболтал тебе ерунды. Друг самого великого мастера Лютика. А-а-а, понятно. Ну как же, он памятник тебе воздвиг прочнее, чем в бронзе. Когда ты встретишь его, белый волк, передай ему слова признания от Сигурда, самого преданного поклонника его таланта. Когда я его встречу, то скажу, что думаю о его фантазиях. Как можно обижать поэта? Я сам с кузнечного дела живу, но всегда мечтал ковать слова. Покажи мне свои товары. Дюрок, коргую, есть? А-а. Меч неплохой. Мечикуй. Бальти нам неинтересно. Да и мечи какие-то, а то как говеные делать умею. Беда. До встречи. Получение адреналина, мать женаков, получение адреналина. Кстати, Фламберг. Если вы не заметили. Меч по типу Фламберг. Флэнк. 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 Ты не гад, правда? Да, давай второй цветок. От того, что когда-то жрицу, обозрим. Не по модру он боится. ищи приключений где-нибудь еще надо было по травникам походить ингредиенты было не ингредиенты микстуры пособирать рецепты господи что с моей головой сегодня все забыл по немецки говорить приветствую пункт я нашел украденный рок и убил воров досадно люди то были не злые они не оставили мне выбора как насчет награды возьми и следующий раз убивай лучший чудовище поле как будто вариант был не убивать их все в этом я обвиняю мыщи и вареники и кулаки и ярости что у нас тут осталось ведьмачи заказы да какие-нибудь давайте попробуем тут есть парочка интересных почему-то многие ведьмачи заказы приводят к весьма и необычным последствам то есть убивающие еще приходишь горюшь дай денег а тебя в тюрьму сажают или там ламберы тусуются что-то из этого а те пути указатель купить чего ты желаешь у нас тут да давай это у нас уже было эриканский прочная сидельная дайте 2 бывай здравствуйте купить чего ты желаешь так метишку забирай здравствуйте вурман ты рюрик я слышал ты был в лодке на которую напали утопцы да вместе с ульфом моим двоюродным братом мы собирали ловушки для крабов около скал кьерок ульф потянул за веревку тяжело ему было я уже решил что там полная клетка что хороший улов тогда что-то рвануло веревку снизу всего миг и ульф был уже под водой я звал его раз другой третий вдруг вода стала красной от крови и разнесся ужасный запах вроде гнилья это хуже когда утопцы перевернули лодку я и сам не знаю когда плыл до берега должно быть фрея меня хранила или чудовище уже наелись спасибо за рассказ принц артес ты лет понимаете принц артеса можно определить только если он крикнет за моего отца да тем более актер озвучки говорят уже этого не сказали что твоего мужа убили утопцы сперва море забрала у меня сына теперь мужа осталась я одна вилле наш сын не вернулся слова муж каждый вечер ходил на скалы кьерок высматривать его лодку я говорила что ему этим жизни не вернешь и сам говорю сгинешь слышал ведь что там утопцы живут только не сиделось ему брал он свой старый плащ и шел когда он однажды ночью не вернулся я позвала брата мы взяли факел и отправились его искать мир дья блин утопцы так его изранили что я только поэтому плащу его и узнала я знаю что это небольшое утешение но обещаю что ваша беда с утопцами скоро закончится будь здорова в каком ухе у меня говорили две разные женщины что-то было помолодела девка внезапно была бабка стала девка видимо в два лица озвучивали очередная жертва этот смрад точно утопцы где-то рядом их логово да нормальная озвучка тут как сказать русскую озвучку почему-то делают прям под самый конец то есть очень много русскую озвучку делают слепую без привязки как сказать без привязки к визуальным эффектам скажем так то есть там дается чистый текст без пояснений без всего что куда и чего и поэтому они не знают какой теперь цена штары молодой каким голосом его надо озвучивать зачастую это вообще не говорится им дают просто тупо тексты говорят читайте и читают чем еще делать то есть в основном все косяки в русской озвучке из-за того что актеры плохо отыгрывают потому что они здесь сказать криворуки до криворота вот все остальное беда идет от звукорежиссера которому реально класть на конечную лету от продукции просто пофиг прочитал бабку как молодую девку пожалуйста прочитал девку как молодую бабку пожалуйста озвучил здорово чего волосы этого мужика как педика пожалуйста не в обиду людьми традиционной редакции вот вообще без проблем звукорежиссера просто деньги хотят работать не хотят вот чё хочешь этим делаем камасики проклятые рекордная озвучка косяки монтаж допустим незачем было синхронизировать губы персонажа с косячным текстом я помню озвучку в даму где косяк было прямо во время звука прям так звук наложили что актер читает 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 запнулся говорит ой извини слушай давай перепишем еще раз и снова текст читает и все это записали причем гомофоба не гомосеки у нас нетолерантно общество озвучивали бы в один голос ну понимаете сейчас не то время раньше например озвучка в один голос и пока чеки вас сожрут и издатели сожрут человеческие кости не сломаны но мозг высосан то есть у вас просто пошли куда подальше и длинный язык еще утопцы а а а а а а а а а Я бы попу еще одну. Все видимо то что затушили. Обломки, лодки, порванные паруса, канаты. Можно сказать, морская декорация. Этот смрад, следы на телах. Это должно быть логово водной бабы. У них толки нюх, она не вернется пока я здесь. Хотя, если она терпит утопцев, может достаточно будет сделать вытяжку из их желез, чтобы замаскировать мой запах. И готовить эликсир из феромонов, утопцев и перебить с их помощью свой запах. Это мой запросто. Это мой запросто. По-моему, у меня такая фигня уже где-то была. Должно хватить. Остается где-нибудь спрятаться и подождать за теми шлюпками. Ну все, я как ассасин сверху. Нет? Эх, зараза. Драться делка на вас. Кузнецов хорошо озвучивает. Никто не спорит. Но не Геральда. Та есть ему бы... Эта звучка Джоэла из Астафас у него просто шикарная получилась. Ему бы Бэтмена, например, озвучивать было бы очень неплохо. Таких, знаете, старых эмоциональных персонажей, вот ему самое оно озвучивало. Но вот Геральда ему... Не то. Причем он мог бы совершенно безэмоционально все это озвучить. Низким волосом, таким вот скрипущим, вибротивным. Как он сам говорит. Но он посчитал, что... Будет скучно игроку играть. В такую длинную игру. И там все будет монотонно. Вот он посчитал, что так будет веселее. Нехорошо. А как он и сказал, поскольку его звукорежиссер не бил по башке за то, что он так озвучивает. Он подумал, что в принципе всех это устраивает. Вот. Геральд не говорит сарказмом. У него такой сарказм очень глубокий. То есть он не делает, когда говорит сарказмом, он не делает акцент, что это говорит сарказмом. Он говорит нормально, но в его словах виден сарказм. Но при этом интонация голоса все равно остается низкой и монотонной. Да, 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 да. Так что в основном всегда виноват именно звукорежиссер. То есть они хотят побыстрее, побыстрее, побыстрее. А не получше. Никто не спорит, что, блин, персонаж не такой плохой вышел, но он не вышел канонично. В основном всех вот это прят. То есть где канон? Блин, ни хрена я не вижу. Да, да, в кучках сарказм. Блин, ни хрена я не вижу. Блин, ни хрена я не вижу. Так никто не спорит, что он отыграл. Озвучил он хорошо, но не озвучил он как Геральту. Озвучил как Джоэла. Может быть как Бэтмона, но не как Геральта. То есть он не передал суть персонажу своей озвучкой. Ну... Знаете, русский человек, он самый неприветливый зритель и слушатель вообще во всем мире. Ему плевать, что слушать, что смотреть. То есть без разницы. Так что... Работа сделана, а вот доказательства. А, а на что мне голова дьяв... Это что за дьявол? Водная баба, старая хитрая особь. Это она источник всех ваших бед. Я много мерзости в сетях находил. Мурены, миноги, скаты... Но вот такого не видал. Возьми свою награду. Ты заслужил. Мне причитается большее. Водная баба гораздо опаснее утопцев. Да я и не возражаю. Только мой кошель не бездонный. Море тоже. Кто знает, что еще из него выползет. Может, тебе снова понадобятся мои услуги. А я не подставляю шею за тех, кто жалеет награды. Значит, вылагаешь взятку. На, возьми все, что у меня есть. Подавись. Спасибо. А этот молодой, которого нам в помощь прислали. Что мне нужно? Что там, я сто крон накинул всего лишь. Гоут от рангоута отличить не может. Да. Так, ну и куда мой путь? Сюда. Да. Сырюшка. Понимаете, озвучка даже была бы прям вообще совсем ничего себе. Вот если бы ускорения не было вот этих вот периодических. Видно, ты не местный. Что тебя занесло на спикеровку? Кажется, у вас здесь есть какая-то работа для ведьмака. Ну да, сестра мне всю плешь проела. Вот я для вязшего спокойствия и вывесил объявление. По правде сказать, я и не рассчитывал, что кто-то заинтересуется. В чем дело? Да вот жених у сестры пропал. Люди болтают, что он просто сбежал из деревни. А она вроде как видела, что его чудище утащило. Немногих кустов вообще не свезли? Ну, вообще-то Скеллиги это острова. Тут народу не так уж и много живет. То есть откуда здесь кусты? Тем более здесь норды живут. Они такие, ну как бы норды. Они мужики такие суровые. То есть топцы они и так порвут. Если надо. Так что мелких заказов то нет. Мне кажется, ты не веришь в эту историю с чудищем. Всякое между ними было. Нильс бегал за юбками и сбрить сладить непросто. Но все-таки семья это святое. Ты займешься этим делом? Думаю, найти этого Нильса будет непросто. Так что награда слишком мало. Если ты приведешь его домой, то я денег не пожалею. Я бы хотел услышать точную сумму. Сперва я хочу услышать, что стало с Нильсом в точности. Я думаю, все-таки не откроется вот эта вот фигня. Вот тут есть как бы невидимый 50% и за ней захотите вообще бесполезно. Согласен. Какой тебе голос наповнялся, как ты про деньги говорить начал. Посмотрю, что можно сделать. Для начала я хочу поговорить с твоей сестра. Нет, блогер не был. У Нильса и Брид было любимое место. У скал к северу от деревни. С тех пор, как он пропал, она все время там сидит. Спасибо, я пойду к ней. Сколько денег в кармане? Ну, пару тысяч есть. Я вот всегда думал, что вы, ведьмаки, будете делать, когда переведутся все василиски, лешие, великаны... Красивые мечи, но по мне лучше добрый топор. Когда чертежи найду, тогда что-то и будет. Я должен с тобой поговорить. Оставь меня. Ты видела, как пропал Нильс? Видела. Тень, огромные крылья, будто туча прошла по небу. А потом я услышала крик. Оно схватило его и унесло в сторону пещер на побережье. Но он был жив. Кричал мое имя. Я попробую его найти. Надо осмотреть пещеры, о которых говорила Брит. Не, ну по факту они же как викинги тут идут. Раздельно по кланам. У них тут ярлы. Суровые мужики такие. Фаталисты, с бой не бегут. Действительно похоже на викингов. У них даже дракары долбанные есть. То есть не лодка, а дракар именно. То, что женщина права имеет, а не просто как бы человек с грудями. То, что все это от викингов пошло. У них женщина член общества был. В то время это вообще невиданное что-то было. Везде женщина товара, у них член общества. Причем, равный член общества. А не просто так. А куда-то втолбанный автотаргет. Не повезло тебе. Зачете оба намешали. Быстрее! Давай сюда! Ну че, кто еще хочет? Не стой! У тебя не жесток со всеми, это долбанные бандиты. Достать его! Эмммм. Чародень! Милый друг, а то там че делаешь ты, елки палки? Продолжение следует... 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 это наверно не из какая-то тварь уронила его с большой высоты а значит брит не обманывала падай давай падла рука нет а какие сбивать то буду елки-палки арбалетом же бить никодом только я понимаю так чё же она не падает страна думал прыгнет сейчас ну иди сюда блин тварь то какая раз у тебя не падает потому что эти канал ай-яй-яй раз работаю вторая половинка и потом домой чувство себя брошено это на я знаю а окси а 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 Что это за чудище, которое в воздухе зависает? А блин, ёпанский бак, ну зависло, потом полетело, нормально. Сволочь. Здравствуйте, Винкс. Винкс. Блин, это же первый знаком ударил. Сволочь. Винкс. 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 Еще это все? Может тут ничего нет? Кидала. Саревушка. Кстати, как я их что-то хоть вырезал. Штоноубийца, кстати, они плохие. Такие проапгрейднутые штоноубийца. Здравствуйте, Скайворенс. Восьмак третий. Как обычно. Почему пещера такая мыльная? Восьмак третий. О, пошла. Эть, мимо. В другую сторону пошла, дура. О, пошла. Вань, Фундача все еще смотрит нас. Мы видим его в записи. Проклятый Ваниш. Потому что в группе ВКонтакте иногда появляется. Всякие гадости пишут. Но пошла. Мастер ведьма. В пещерах на побережье поселилась старая Эхидна. Я ее убил. С трудом. А значит, Брит говорила правду. Нильса похитила чудовище. И убила его. Тело лежит в пещерах. Я должен за ним сходить. Ты скажешь, Брит, что стало с ее женихом. Я поговорю с ней. Должен же я хоть что-то для нее сделать. Страшно глупо я себя чувствую, что собственной сестре не поверил. Возьми его. Ты заработал. Бывает. И лучшее оружие ни к чему, если слабая рука его нет. Правда? Без Ванишей стрим и стрим. Да ладно, как-нибудь. Переживем мы без Ваниша. Будет Готика 2 когда-нибудь это развращение. Ваниш точно появится. Я должен с тобой поговорить. Оставь меня. Твой жених умер, его похитила и убила Эхидна. Нильс. Я знаю, что его не вернешь, но я отомстил за его смерть и убил чудовище. Спасибо. Я знала, что он был мне верен. А потому клянусь быть верной ему до конца своих дней. Возьми. 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 Здесь немного, но я хочу, чтобы ты принял это золото. Но мне уже заплатили. Спасибо, но я не возьму у тебя денег. Не обижай меня. Ты неправильно меня поняла. Есть вещи, за которые даже ведьмак не должен брать платы. Тяжело. Здравствуйте, гибер. Думаю, каждое твое действие, ну, в принципе, вакансия свободна. Я за тобой слежу. Так. Сылка к Нильсу Диким Бусям. Не знаю такой сказки. И бунят. Ну. Это брось. Эй, ты. Подожди-ка. Утро. Привет. 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 Позвольте жалью на твои травы. Увидимся. Удачи тебе. Отлично. в россии выпустят бука в английской версии даже без субтитров странно немного ну ладно если выйти в море белого кита не трожьте его мой если кто его раньше меня поймает и клянусь в рейп слава эльдрид за то что пиратов которые пытались ночью проникнуть в деревню эльдрид храбро первую зрела потом с кочергой в руках обратно на корабли загнала совет старичин дает и в нагаду 10 овечек шкур и бочку лучшего меда бьярта дочь айс бьерна прятала в доме гаальского моряка затонувшего корабля черного беля на месте и бросили в море объярта заплатила штраф серебром пусть она крепко запомнить что тот кто помогает воргам ночью островов гневит богов и покрывает себя позором богобоязненно и предприимчивые незамужние женщины которые хотели бы посвятить остаток жизни и служению богини пусть плывут к яндекс в яли святилище фрея мать зигфрида нитинг всех и каждого прошу о помощи народ мы наложили жестокое проклятие которое никак не могу я снять из общарах разбираюсь что ли хотя бы услышал о каком-нибудь вооружении что с проклятиями знакомый загляни ко мне домой домой у районинга и помоги золото не пожалею лотар будь ты соскальг из большой земли читай внимательно и до самого конца сын мой ольве вышел из дома из дома на поиске приключений и до сих пор и не вернулся потому решил я каждого путника поглядывайте по странам может увидеть и сына моего а если кто вернет его мне или разузнает что с ним стало тому дам ей награду щедрою и буду молить за того фрея что для тебя это чародей это селёдка если старик разобьёв меня я не понял был он вы его смотрит зайдите к нему накажите его нужно срочно шутка про соски чтоб призвать хомяка приветствую ты удачно зашел вчера вернулся драккар эйлофа внезапного так что у нас есть новый товар хорошая добыча говоришь дай-ка взглянуть мы вас добыча у всех одинаковая бывает меня здесь все это бручей для бочек до мечей но надо полагать тебя интересуют только мечи но показав карты да блин вот если б за карты уникального тогда да так какие дорогие изумруды нынче здравствуйте мамой не хочешь сыграть в карты так если пригодится барды покарать отступник из ренегата да все канлон вы его быстренько карать бомб эх ни шпиона никого а 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 так интересно он в ду ду дунет или не дунет Видимо, не дунет Могу ли это выиграть? 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 Ну и что же дух? За что же дух вам мстит? Вы говорите, что чудище вам мстит. За что это? Наши деды охотились с копьем и ножом. Духу леса нравилась такая охота. Он позволял нам жить спокойно. И мы никогда не знали голода. Раньше он тоже убивал. Сколько ребят погибло, стараясь стать охотниками. А теперь все наши охотники сгинули на войне. И бестие стало еще кровожаднее. Мы анкрайты. Мы платим жизнью и кровью за то, за что другие платят золотом. Мы рабы страха, которые подкармливают слепые дураки вроде тебя. Это наш лес. И самое время покончить с чудовищем. Ясно. То, что у вас проблемы с чудовищем, я понял. Я только не уверен, что вы хотите ее решить. Хотим. Заходи ко мне. Обсудим цену за голову бестии. Беседы над трупом мне вполне хватило. Теперь я хочу рассмотреться и понять, с чем придется иметь дело. Не совершая прометчивых действий, убийца. И еще не поздно вернуть старый уклад. Я разберусь, что делать. На всякий случай, начинайте собирать деньги. А для врагов топор. Помни, я не буду с тобой дискутировать. С нашего Хьялмара пример бери. Через следы в лесу использовать мочу, а те выяснить участь пропавших жителей Фьер... Фьерланда. Следы. Интересно, куда они приведут. Что-то я в этом следов не вижу. Какие-то, блин... То есть это даже не копыта, это вообще что-то непонятное. С ревушкой. Чтобы раздробить кости, нужна недюжинная сила. С таким нет смысла мериться мускулами. Покажи, что умеешь! Помедитировать, да... Да нет, не надо. У меня вроде все есть. Точил когти. Или просто метил территорию. Это был калак поди какой-нибудь. Ненормальных размеров. Тонкие и глубокие размеры. Разрезы, словно бритвой. Это леший. Самец очень старый. Зараза. Похоже, он выбрал кого-то в деревне. Без теорий, да? Волки, гибриды, дракониты. Духи-призраки, может быть? Нет, нет. Духи-стихии тоже нет. Инсектоиды? Нет, нет, нет. Рик, наверное, отдук леса. Леший. В этом лесу не охотится? Никогда. Хоть бы деревня с голоду померла. Мстевое старость из села Кощевое в Нижнем Айдирне. Лешеву можно встретить в густых древних лесах. Он живет в одиночестве, исключительно привозом к своей территории. И его крайне тяжело выследить. Пользуясь врожденным магией, он контролирует живущих на его территории зверей и растения, что делает его серьезным противником. Старый особе известный как Древняя Лешия. Особенно опасный. Игорь, ну не спойлерите, ну что вы как маленький прям, а? Игорь, ну не спойлерите, ну что вы. Возвращайся, откуда пришел. Я могу сижу, это на скелике. Вижу, друзей у него было немного. Теперь люди не хотят смотреть на такую смерть. А в былые времена... Помню, когда я был маленьким, Лугас Заячья Губа пошел в набег на нашу деревню. И встретили его тут тишина и туман. Я едва видел моего отца и его братьев. Они за деревьями залегли. Они отлавливали одного воина за другим. А когда окружили Заячью Губу... Ох, лучше бы он встретил Духа Леса. Ваш дух это очень старый леший. Он опасен, но скорее всего я с ним справлюсь. Справишься, значит? Но это он сделал нас непобедимыми. Превратил нас в великих воинов. Может быть, я неясно выразился. Дух Леса чудовище. Если его ударить мечом, он истечет кровью и умрет. Как ты или я. Он нечто большее. Благодаря ему леса полны зверей. А наши женщины рожают сильных детей. По милости Духа Леса, мы стали лучшими охотниками на островах. Не каждый мальчик, который должен стать охотником, переживает священный ритуал. Это правда. Но разве ведьмаков делают иначе? То есть банальная селекция, да, вызывает сильнейший? Когда мы стояли у дерева, ты сказал, что есть другой способ сдержать Лешего. Нужно вернуться на старую тропу. Войти в чащу с ножом и копьем. Провести поединок на равных. И показать, чего мы стоим. Это ему понравится. Наши предки оставили в лесу камень примирения. Они возложили на него дар и тем самым заключили договор. Сделай то же, что и они. Ступай на юг вдоль ручья. Пройди испытание Духа и принеси ему жертву. Сожги в священном месте волчьи сердца. Я все еще думаю, что делать. Если попробуешь убить Духа Леса, ты только навлечешь на нас его гнев. Ну ладно, можно попробовать, если чем, всегда его можно кончить. Я испробую твой способ. Если он не сработает, я просто убью Духа. Ты рассудителен. Дух будет подвергать тебя испытаниям. Но не сгибайся. Если сумеешь возобновить перемирие, возвращайся ко мне. Тогда уж я золота не пожалею. Нелегко было ледяного великана убить, а? Но попробуем примирить их, если они так хотят. Если нет, то всегда ведь можно просто взять ее. Прибить старую деревяшку. Ну как же Ганон. Ну он их не всегда убивал же. Меда Шисик точно воружен? Да, точно. О, я, я. Какого здесь? У меня благовато их. Целосостояние не может здесь. 300 монет от силы, я думаю. У них это стандартная такса. 300 монет спасителю деревни. 500 золотых спасителю Невервинтера. О, боже, это живое освещение, блин, нифига не вижу. Что, драться раскателось? Ну, понеслась. Ну, понеслась. Приехали. То ли броня говно, то ли руки из жопы. А может и то, и другое. Может броня из жопы. Или руки говно. Сыбушка. К барону? Вот прям даже не знаю, ходил ли. 21 лэбл, ходил я к барону или нет? Все, и жопа. Ну, искусно тогда. Пусть будет. Как я искрафтил? Вот я броню себе искрафтил. Броня, которая на мне, это крафт. Пусть будет. Броня. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну и чё? А, вот Иии, всё получилось? Или нет? Квест на броню мы взяли, вроде как сделали его Осталось его только сдать Леший принял жертву Я видел столб дыма И пляску воронов в небе Теперь всё будет по-старому Честно? Знаете, но я сделал всё возможное Что? Денег ждёшь? Не бойся У меня есть для тебя золото Бери Ты заработал каждую монету Ты знаешь, что молодые парни по-прежнему будут умирать у Камня Примирения, пробуя стать охотниками? Убийства не кончатся никогда Я заплатил тебе не за то, чтобы ты жизнь не насучил Ты сделал свою работу Ступай себе Ну что же, Хараль За нашей спиной платишь ведьмаку, чтобы он убрался и оставил чудище в покое? Мы покончили со старейшинами Один ты остался Я смерти не боюсь Отойди, ведьмак Можешь оставить себе свои деньги Вы друг друга стоите Не тебе нас судить Знай своё место, ведьмак Ты управился с чудовищем, иди дальше Что бы вы ни сделали, ничего не изменится Это мы сами посмотрим Тут, видишь, наша судьба решается, а ты Ты здесь, только проездом Моё почтение, ведьмак У тебя там пятно на рукаве, люка Ты что-то слабовато трёшь Ещё одно слово, и я тебе морду натру Тяжело А вот где-то ты Истинный мачкин Я тебе помочь хочу А ты бронишься Нет улта сделаю Чужак на скачках смельчаков Ты уверен, что мне это нравится Хочешь болтать? Я слышал, Свана допустила тебя к скачкам Но хватит ли у тебя храбрости, чтобы в них участвовать? Совесть замучила Так с одной стороны, в принципе, дело-то не моё А с другой стороны, я... Тяжело мне такие выборы даются Я обычно стараюсь всем помогать, потому что Я по жизни стараюсь всем помогать, кому могу Так что выборы такого плана мне даются очень тяжело Ага, можем начинать Слушайте, люди Во славу Модран Фрейи поедут Геральт из Реви Арве Гребец Красная Рика Так и честно, женщина легче всех Ты едешь как баба Я не дам тебе выиграть, приблога Ты сама баба Куда? Блатва, иди тебя в ногу, блин Я не дам тебе выиграть, приблога Кривой конь, блин Победил Геральт из Реви, ведьмак За такой подвиг полагается награда Возьми, пусть она напоминает тебе о твоей славе Не, я в последнюю секунду вырвался вперед Одинаковые рожи, это нормально Вообще, если уж надо пошло, то люди тоже как бы Многие люди на одно лице Сидела в дюансах Могу я тебя оторвать от молитв? Можешь Они все равно ничего не дают Говорят, на тебя наложено проклятие Ну да Гляди Видишь лошадиную голову на жерде Это... Нитинг Разновидность проклятия Я уже видел такие Они приносят несчастье, иногда даже смерть Да На нем вырезано имя моего первенца Тиялве У него ликорадка, он слабеет день ото дня Боюсь Прежде чем сойдет луна, мне придется его хоронить Я сам пытался снять проклятие Все напрасно Особенно черные китайцы Да вы расисты, господа Здравствуйте, они бены Я могу тебе помочь, двумя способами Во-первых, я могу уговорить того, кто поставил нитинг, чтобы он сам снял чары А могу отразить проклятие обратно, написав имя проклявшего на жерде Так или иначе, надо знать, кто за этим стоит Но Я никому не навредил Я не знаю никого, кто мог бы желать мне зла Значит, придется хрискать Никогда бы я Лучшее средство ведьмак Нитинг Могущественное проклятие На древке вырезано имя Тиялве, сын Лотера Свет свежий Здесь стоит осмотреться Покажу сумки, да Зереканские сумки на 100 слотов У меня такие же есть Это что? Женская шаль Характерный узор И характерный запах И че? А вот Лип Лип Распогодилась Дорогащая, она будет тебе по уровню, е-мое Так она же вроде на левел дается Тем более, все-таки Ведьмачья школа меня больше интересует броня Чем обычная Дело-то пара минут, но... Много запаха Надо быть последовательным Дальше нас меня не поведет Надо расспросить об этой шаре Сразу бедите Ты воин? Я Ты по поводу моего сына? Сперва поговорим о награде У тебя в сумке броня ведьмака нет? Сделай милость Жадюги Много Придется уродни призанять Но пускай будет так Для сына не жалко Ну да тут мне пузо на уровень Нахрена мне оно надо? Где мне искать твоего сына? На развалинах крепости К востоку отсюда Он пошел туда с какими-то бродягами с фарер Он в таверне с ними познакомился Задурили ему голову разными историями Про какие-то тамошние сокровища Говорил я сыну На фарерах одни лжецы Не водись ты с ними Ну так ему же лучше знать Как его узнать? То, что он не слушает отца Свойственно почти всем молодым людям Зовут его Ольве Веселый Шепелявик чуть-чуть С виду то он неприметный А еще когда он уходил Была на нем желтая рубаха Красивая У нас в деревне ни у кого такой нет Он ее от меня получил год назад На день рождения Этого наверное хватит Я поищу Ничего не обещаю Она хорошая На уровне нам не будет Хорошая Все Кровь королей Вау Подойди ближе Незнакомец Приветствую Что хочешь купить? Покажи мне свои товары Покажи мне свои Покажи мне свои товары Покажи мне свои товары Покажи мне свои товары Видимо глюки в матрице Покажи мне свои товары Бывай Приветствую Что хочешь Покажи мне свои товары Бывай Все таки глюки в матрице Здравствуйте ко мне Гор Здравствуйте закурище Но ветра все еще разносят Заразу Оставь меня в покое Это не для моего ума Привет Привет Позволишь взглянуть На твои травы? Рецептов ни одного нет На елке-палке Удачи тебе И ты не болей Расспроси только У кого-то просто кого Я-то человек Здорово вы с хьямором Ледяного ублюдка Мой отец бьет черных А здесь никаких кикумор нет Курно Не кричи так Тебе здесь делать нечего Это мирная деревня Боленька Расспрашивайте Привет Могу Чего Расспросите хозяйки Шали Чего тебе А это ты Первый чужак Который хочет участвовать В скачках смельчаков Так не болтаю Если что Место то найдется Поеду Поеду Может даже выиграю Если ты не только болтать умеешь Но и с седла не валишься Кто знает Люди Раскройте уши Скачка сейчас начнется По славу великой матери Поедут Быстрый Осваль Свен не людим И Геральт из Риви Здравствуйте Дмитрий А тут болеть Шевелись по твое Гонки здесь дурацкие Никто не обгонит Быстрого Освальда Ха-ха-ха-ха Держись от меня Подальше Приблуда О, квест Никто не обгонит Быстрого Освальда Ха-ха-ха-ха-ха Пожалеешь, что тебя Матерачила Друг Ярл Избавитель народа Все как ты и говорил Ты выиграл И слава твоя И награда Здравствуйте, Крухаджи Я-то издалека Таких, как ты, узнаю В Дзиаканский Шур Это интересно Санками такие же А вот Шура нет У тебя рано? Мой отец тоже Да Чего ты хочешь? Может, знаешь, кто носит такую шаль? Конечно Йона Наша травница Она вон там живет В той хате Вот она обрадуется Что ты ей принес пропажу Ну да Очень обрадуется Я умею радовать женщин Я нашел твою шаль У дома Лоттера И нитинг Который ты там поставила Откуда ты знаешь? У меня были только подозрения Которые ты подтвердила Ты знаешь, что Тиялви Одной ногой в могиле? И хорошо Этот ублюдок вообще не должен был родиться Это я должна была выйти за Лоттера Я А он бросил меня ради этой неряхи Пусть теперь получит свое Он и его хреново семейка Ты убьешь ребенка из ревности? Это правда? Тут не в ревности дело А в гордости Десять лет мы жили вместе Десять лет Я ему готовила Портки стирала Ложи с ним делила А он бросил меня вот так Из единого слова Вся деревня смеялась Ну и глупая же это Иона И ведь сдалась Вот уж нет Не сдалась И не забыла Страшно, Мир Я хочу, чтобы ты сняла это проклятие Я это сделаю Но только если Лоттер отречется от сына И вернется ко мне Я передам ему твое предложение Но кажется уже знаю Каким будет ответ Не понимаю смысл-то какой Она его все еще любит Или это тупо гордость И она его Он вернется к ней Она его бросит То есть смысл какой Пусть вернется Привыкла ты к нему так что ли Быстро созналась А че утаивать И как? Ты знаешь, кто поставил нитинг? Твоя старая знакомая Иона А я должен был догадаться Завистливая сука Чужое счастье ей глаза колет И что? Снимет она проклятие? Только если ты отречешься от семьи И вернешься к ней Нет Никогда Я бы опозорил и жену И сына Обрек бы их на нищету Ты должен отвезти проклятие Пусть она умрет Ты смысл, слышишь? Пытаюсь Ну что Отводить проклятие на нее Или просто снять его С другой стороны Если просто сниму его Она его снова поставит Он скорее всего Тогда будет знать Кто это поставил Придет к ней И убьет ее сам А так Может быть проклятие Можно будет снять Как бы уступил Геральт Скорее всего Боя отразил Может ты и заслужил наказание Но не такое Я сделаю это Слава богам Не вмешивай в это богов Это дело только вас двоих Это не контракт на убийство Это скорее контракт на проклятие То есть он его проклятие Не факт, что убьет Просто сделает ее жизнь Несколько Тяжелее Да ладно Прям смерть что ли Вы че издеваетесь Жуть какая И как Получилось Получилось Твой сын скоро должен Прийти в себя Айона умереть Спасибо тебе Сто раз спасибо У меня дороже сына Ничего нет на свете Я бы не вынес его смерти Вот твоя награда Действительно меньшее зла Нет Что-то мне не хочется Про ледяного великана Правду говорили Так бы Получается Умер бы сын Скорее всего Потом Лотар пошел бы Убил бы ее Но его бы посадили А жена бы осталась Без всего Это меньшее зло Но в душе все равно говена Айона просто исчезла Пошла я на репосте Гляжу Нет меньшее зло Но Маленькое Маленькое зло Стражник увидел вас С башни Меня послали Открыть вам ворота А почему они были закрыты? Это Знаменитое гостеприимство Жителей Скеллига? Такова традиция После пиршества Ярлы выберут короля А значит Двери должны Оставаться закрытыми Крепости могут быть Только сыны И дочери Скеллига Там если уж Прямо убрать цитату Полно То Если меня заставить Убирать А Злое и зло Меньшее Большее Среднее Если меня заставить Убирать между всем этим Я не буду выбирать И вовсе Ну тут нет варианта Не выбирать вовсе Скрипты Долбаны Скрипты Они не дают Свободу выбора Крах Сделал для меня Исключение Все знают Что ты сделал Для Керрис и Хьялма Сегодня ты один из нас Прошу за мной Один из нас Крах ждет И как там настроение? Спокойное Слишком спокойное Это как? Знаешь Есть у нас такая поговорка На добром перу Кровь и мед Льются одинаково На большой земле Это наверное И считается Варварством По мне лучше так Чем скучные банкеты И дворцовые интриги У меня столько же прав Сколько у тебя Ты должна меня поддерживать А не отбирать у меня союзников Если кто из анкрайтов И наденет корону То... То это ты Потому что у тебя борода На рожи растет Вот как у тебя вырастет Может тогда ярлы И тебя послушают Хочешь получить? Помнишь Последний раз Я тебя победила На в кулаках Да А может идем Сразимся с Вильдкарлами Интересно У кого лучше получится У тебя Или у Хьелмара У смирителя великанов Хватит выделываться Тоже у него Смиритель великанов Блин Керис Эй Пес я кровь Нехорошо все вышло Я знаю Ну ты же сам видел Она ведь такая Такая Упрямая Упорная Самовлюбленная Не хочет никого слушать Точно Ты прав Фарнвальд В этом Мы с Керис Похожи Хитрить там Волк на перу сидит Я не вижу крах Он с ярлами? Нет Ушел в свои покои Наверное Готовит тебе Обещанную награду Послушай Ведьмак А ты не хочешь Сразиться на кулаках С Вильдкарлами Размять кости С дороги Может позже Я за тобой слежу Вчера мы Я делали Тел Я вот всегда думаю Что вы ведьмак Ты делай Когда переведутся Все воссийские Лешие Великаны Красивые мечи Но вам Мне возводят храмы И лучшие оружие Класс Класс Если слабая рука И вам Дело было так Там музыканты Плохо играли Это не дело Мы его Услышал Короля Должно Определить Голосование Такова традиция Но не всякая традиция Хороша Заботу об островах Должен взять на себя Один род Да Это род Именно твой Почему-то Наверное Все же Волкодав А что на нем Написано Волк Посоветовать его Что поиграть Кэнди Крашштага Говорят Очень занимательная игра Как я понимаю Ты имеешь ввиду Определенный род Бран был лучшим королем Которого видели Острова Скеллиги За много веков Сванриги Его кровь от крови А значит Ему должен Перейти трон Что плохого В выборах короля Походи Послушай И поймешь Кандидаты Уже раздают земли Обещают Привилегии Титулы Судебные решения Как уличные девки Что задирают платье Перед каждым прохожим Король по выбору Не властитель А должник Пора с этим Покончить И для начала Посадить на трон Первородного сына Брана Надеюсь Ярлы поймут Мудрость этого предложения Что-то я сильно Сомневаюсь Сванриги Не собираются Бороться за поддержку Сын Брана Не будет торговаться За корону Которая ему принадлежит Из того что я слышал Короля должно Такова Это уже было? Что? Походи Король Ты покидаешь Каэр Трольда? Завтра чуть свет Приятных развлечений Мастер-Ведьмак Можно? Даже нужно Заходи Я ждал тебя Как тебе пир? Получше чем эти ваши баллы На большой земле Выпивки так точно больше А как же Чего я только не выкатил Из погребов Полуторалетние меды Центрийская сливовица Махакамский спирт Который обжигает глотку Как кипяток Анкрай Ты знает Что такое гостеприимство Дракен Санг За Дракай Это Ривер оф Тайм Лучше Дракай не берите Ужасная игра Ривер оф Тайм Неплохая А что потянет Я не понял Ведьмак Ведьмак не потянет Он минимум 8 гигов Оператива хочет Чтобы было А если меньше Он говорит Нафиг Идите И лагает О чем ты говорил Сбирный О политике Ее больше ничего Не интересует Она хотела Чтобы я ради памяти Брана Запретил своим детям Думать о короне И поддержал Сванреге Полагаю Ты на это не согласился Мало того Я выгнал ее За дверь Ты не разрываешься Между Хьялмаром И Керес В смысле Есть ли у меня фаворит? Нет Они разные Как огонь и вода Но в обоих Течет кровь Анкрайтов Здравствуйте Алт Думаешь Совет Ярлов Посадит на трон Женщину? Спроси ты меня Об этом пару месяцев назад И я бы засмеялся Но теперь я вижу И не я один Что у Керес Есть кое-что Что на островах Встречается так же редко Как жаркое лето Терпение Одни сперва делают Потом думают А она другая Подумает Взвесит За и против Но как начнет действовать То нет такой силы Чтобы ее удержало Второй секунды На минималках Нет Если разрешение Уменьшить То да Нормально работают А Дроганейдж 2 Да Потянет Так В этом весь Хьялмар Если вы продолжите Набеги И МГР окончательно Разъярится Вы можете Об этом пожалеть Мы на Скеллиге Не знаем Что такое Мир Любой ценой Тут прикол Как бы в том Что у Нильфгарда Нету Подавляющего Превосходства На море А Скеллиги Это долбанные острова Чтобы до них добраться Нужно приплыть сюда А они были Все пираты Боголовно У них каждый дракар Военное судно Вот попробуй Возьми такой остров То есть Ты может Конечно и возьмешь его Но потери будут Настолько чудовищные Что северяне Просто задавят К хренам Поэтому Они могут Играбить Нильфов Сколько захотят Ничего не сделается Какое у тебя Сейчас расширение Full HD Думал Вон эти кори А смотри Как вероятно Разбивается Волосы на ультрах Без смс-регистрации А Персего Разбиваются Да Я тоже посмотрел Но ничего в этом Такого не увидел Я такой Старенький Школа человек Для меня Чтоб 6-7 волосинок Развивалось Это нормально Ну и только Если Навиграть То есть Если Закончится Война с Севером В пользу Нильгарда И Мир с островами Не будет заключен То кто-то Островам Капец Ты обещал мне Награду За помощь Твоим детям И сдержу Обещание Прошу Эта безделушка В моем роду Много поколений И за то Что ты помог Сохранить продолжение Рода Я отдаю Ее тебе Прекрасная работа Спасибо Это я Ты слышал? Холера Должно быть Хьялмар Устроил Какую-то Свару Это не Хьялмар Пойдем 60 фпс Спокойно Новые карты Выдают На ультра hd И Всяких этих С волосами Вообще Без проблем Венди Здесь Пардон Откуда? И не один Опять Мы шаур Скотина Клетку Закрыл Футбол Венеджер Хочет Чего-то Такого Есть Рокет Лиг Хорошая Штука Все Ты Против Меня Против Морского Вета Ты же Должен Откуда Здесь Медведи Ну Тут Только Ум Шавуры Могут Медведи Откуда Здесь Еще Медведи Ну 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 Надо Дунуть Чтобы Они Появились Дальше Дальше Дайте Дальше Мстить Мстить Этот Груз Ложится На Хозяина И Его Детей Дарк Толл Все Прошел Да Довольно Легкие Игры Там За Игры За исключением пары боссов Найдите виновных Анкрайды Найдите И убейте Иначе Ваш рот Будет проклят До сотого колена Аскельки бросил Количество Коноромбанды При полном Отсутстве Там Зараза Скверно Вышло Зараза Скверно Все вышло Мягко сказано Надо поискать Какие то следы Приметы Может что найдем На это нет времени Я отлично знаю Где искать виновных Погоди Ты с ума сошел Ты хочешь зарубить Кого то прежде чем Мы узнаем Что случилось На самом деле Узнавай себе Что хочешь А я пока Смою позор С нашего рода Эй Ярлы тебя Уже не слышат Перестань играть В героя И подумай Речь идет О нашей чести Ты меня вообще Слушаешь Кто впустил Сюда Этим Перейдей Ответ На вопрос Кто за этим стоит Находится В этой зале Не знаю Девчонка Мне как то Более симпатично Ты права Ты права Ярлыбнулась 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 Пересчитать Пересчитать по пальцам Люди стучали Дай знать Дай знать Если что-то Найдешь Я поговорю с остальными Может кто заметил Больше чем я Давайте взглянем на судьбу Какая-то такая Себе судьба Слаби когтей Зубов Переломы Трудно сказать Отчего он умер Ну его медведь подрал Отчего он еще мог умереть Сложно сказать Ну ладно Что у нас тут Голова медведя Но язык короткий Как у человека Полиморф Из пасти Несет медом И чем-то еще Чем-то Землистым Медведи любят мед Но только свежий Странно Что-то под мехом Татуировка В виде медвежьей лапы Он не хуже чем мой Он подал характеристикам Слабее Старый шрам Со следами швов Человек Которого превратили В медведя Или который сам превращается В медведя Тут вроде байки Ходили про берсерков Медведя Которые в медведя Превращаются Не они или Получеловек Полумедведь Существо вроде Или Кантропа Или Кантропа Или Кантропа Значит обращение Вызвано не луной Может он съел что-то Или выпил Мед С каким-то Землистым запахом Нужно проверить Рога и кружки Все рога пусты Отрик Холера Такой молодой парень Этот землистый Запах Какие-то Грибы Чаша пуста Но запах остался Сколько ран Неудивительно Что холер Настеп крови У каждого стола Стояла чаша В этой был мед И только мед Молодой Лугас Медведи застали Его врасплох Он ничего Не успел сделать Ничего Ко мне не дрался Мне даже никто Драки не предлагал Дрога дар Скальд свое Я уже спел Че прям тут Всех знают Ладно В путь Ну что? Есть Мед Какие-то грибы И Человеческая кровь Предлагали Он сам отказался Выбору Мне не было Скал Может позже Это были не медведи А какие-то Люди Которые обратились В медведей Ага Берсерки Берсерки? Так Скальды Зовут воинов Которые в полу боя Могут превратиться В зверя Это сказка Легенда Но все совпадает Правда? Угу Вот только здесь был Пир А не поле боя Я кажется Знаю Что вызвало Превращение Мед Который они пили Понюхай В мед Добавили Кровь И что-то еще Кажется Какие-то грибы Но я их не узнаю Думаю Нам поможет Хьорд Он в растениях Лучше всех Разбирается Ну давай Спросим Представьте себе Трехметрового хомячка Страшно Зубки-то у него остренькие Гайскладин Как загрязел Позор Ничего подобного Не было со времен Красной Тризмы Даже тогда Фрея Мать наша Сделай так Чтобы море Поглотило предателей Фрея Госпожа наша Я не помешаю тебе В молитвах? Ты уже помешал В чем дело? В одну бочку с медом Добавили крови И чего-то еще Каких-то трав Или грибов Керес говорила Дай рок А то еще Трехметровый хомяк За щеку засунуть может Будете за щеку Хомяка ходить Я знаю этот запах Здравствуйте, Акела Мардрем Самая няшная Змерить Да, чтобы хомяк Взял И за щеку Засунул Представляю себе Это чудище Вот Трехметровое Ползет Еле А у него С одной щеки Человек Ну и чертани Человек И с другой Грибы Не растения Ну да Да, да Копирую Медведи Медведи появились Из ниоткуда Мардрем Не встречал Этого названия На большой земле Их называют иначе Веселушки Кажется Да, крестьяне Едят их Чтобы притупить боль Удальрик Здесь Здесь в зале При стольких свидетелях Ты прав Я помогала Готовить пир Я бы заметила Возможно Это случилось Прежде чем Напитки Принесли в зал Еще в погребах Пойдем Может мы найдем Какие-нибудь следы Ну пойдем Похоже Дождь собирается Если мы быстро Не найдем виновного Воины возьмут Дело в свои руки Замок уже гудит Как улей Думаешь Они открыто Нападут на краха Или друг на друга В лучших традициях Скельги Давно у нас Не было Настоящей Гражданской войны Я знала Что что-то случится Было слишком спокойно Забавно Арнвальд Тоже так сказал На добром перу И мед и кровь Должны литься струей Его пожелание Исполнилось Очень надеюсь Что Хьялмар Сейчас тоже делает Что-то полезное А не просто ищет драки Спокойно Он вспыльчив Но не глуп Ядом и храним На той стороне Погреба Внизу Идем Я покажу То есть Вы вина То есть мед И яды Храните В одной стороне Погреба Ну и вонь Это водка Махакамский спирт Кто-то испортил Несколько бочек Хорошо что у отца Сейчас друг Я рядом Какое облегчение Кровь и грибы Интересно Можно ли узнать Откуда родом Эта бочка Выглядит она Так же Как и остальные Что за Спирт Есть другой выход За бочками Но они тяжелые Мы их не сдвинем Я не собираюсь Их двигать Скидыш Здравствуйте Разолбайстер Кидай яды В одном погребе Да Туповатенько Наши расследования Побыстрее Ну или по крайней мере Довольно Лупо Это место силы Когда мы с Ямором Были маленькими Мы играли здесь Помню однажды Старые времена Лошадка Дай мне только добраться До этого пиромана Дай подумаю Они должны были войти Там же где и мы Может там остались следы Возможно Когда дверь захлопнулась И рванул огонь Ты слышала Как взорвалась бутылка Нет Но у меня не такие Тонкие чувства Как у ведьмака Ты наверное Слышишь Как у меня Волосы растут Я стараюсь Не прислушиваться Но вход И правда Стоит осмотреть То есть То есть если ты прислушиваешься Это действительно Он слышит Как у нее Волосы растут Ужас какой Ну-ну Кто-то Вляпался В разлитый мед С ревушкой До груди След обрывается Поищу другие следы поблизости Наверное почувствовал Как одежда Провалась Но слишком спешил Что это? Обрывок ткани Нет Не может быть О чем? Арнвальд Только он такое носит Ты уверена? Я видела его в главной зале Сослугами Пойдем Так мы идем Ильчим Смотри Это он Бери коня Мы догоним его Гонки Уху Арнвальд Стой Дьявол Не думаю Что он послушает Дай мне его Только достать У тебя нет шансов Еще посмотрим Не торопись Говори Почему ты их предал Или я закончу То что начал Анкрай Ты не должны Сидеть на троне Скеллиги Я знаю Вас лучше Остальных Порывистые Безответственные Скеллиги Нужна стабильность Сильный король А не такой Которого выберет Толпа пьяных ярлов Интересно Никогда не слышала От тебя таких речей Но я знаю Кто об этом Только и говорит Это Бирнабран, да? Не умеешь ты Врать, Арнвальд Ну и сколько тебе Заплатили Ей-то это Зачем Как зачем? Она все это Устроила Чтобы избавиться От других Кандидатов И очернить Наш род Если бы у нее Получилось Сванреги Остался бы Единственным Претендентом На трон Скеллиги У тебя есть доказательства? Твоего слова Против слова Бирны Может не хватить Арнольд Помоги нам И я попрошу отца Чтобы он даровал тебе Почетную смерть У меня есть ее письма Она писала Как отравить мед Но там Ни подписи Ни печати Думаю Почетную смерть Может Надеюсь Ладно Надо поторопиться Пора созвать Ярлов Или тогда почерк И вообще не сравнивали Я созвал совет Ярлов По твоему требованию Керис Ты утверждаешь Будто знаешь Кто стоит за резнею В Каэр Трольде Так говори Кто пролил Реки крови Сыновей И дочерей Скеллиге Бирна Брат Эта девка Сошла с ума Ты думаешь Тебе кто-нибудь Поверит? Это ты Приказала Подать Отравленный мед Берсеркам Что? Не я Распоряжаюсь Слугами В Каэр Трольде Пир устроил Твой отец Он приглашал Гостей Это верно А есть Доказательства В подтверждение Твоих слов Лучше У меня есть Свидетель Арнвальд А она Говорит правду Это Бирна Велела Отравить А когда Кирис И ведьмак Зашли В подвал Ты предал Нас Род Который Тебя Кормил Люди Это же Слуга Анкрайтов Он будет Говорить Что ему Прикажут Даже Если ему Придется Заплатить За это Головой Верно Говоришь Арнвальд Служил В Каэр Трольде Сколько Я себя Помню Как Верный Пес Я могу Подтвердить Слава Кирис Ты? Еще Один Крайтов Прислужник Могу Представить Как Кирис Склонила Тебя На свою Сторону А может Крах Просто Заплатил Чтобы Ты Меня Чернил Что Ты Сказала Тихо После Того Что Я Видел На Спикер Роге Я Верю Ведьмаку Больше Чем Тебе Это Твое Право Но Это Не Доказывает Моей Вины Есть Еще Одно Доказательство Вот Письмо Котором Бирна Дала Арнвальду Указание Как Отравить Мед Каждый Мог Его Написать Здесь Нет Подписи Но Пергамент Пропах Твоими Духами Знаешь У них Ужасно Сильный Запах До Сих Пор Чувствуется Это Все Твои Доказательства Девочка Это Должно Убедить Всех Что Я Изменница Не Смеши Меня Ирна Права Кэрис Этого Недостаточно Чтобы Доказать Ее Вину Хьялмар Тоже Не Представил Ничего Что Могло Объявить Имя Вашей Семьи Остается Одно Кольгер Лугас Пора Покинуть Этот Проплятый Замок Нужно Решить Какое Наказание Ждет Ротан Крайтов А кто Поверит Работа Никто Не Поверит Понимаете Просто Как таковое Это Вызовет Как Недоверие То есть Ей Ее Не Накажут Но К ней Уже Будет Более Предвзятое Отношение Кто-то Начнет Копаться Во Всем Этом Деле Кто-то Просто Перестанет Верить Какие-то Уговоры Могут Быть Расторгнуты Все Это Может Чревато Быть Даже Если Это Все Таки Раб Сказал Расторгнуты Вы Совершаете Большую Ошибку Молчи Бродяга Стойте Мама Ты Сказала Мне Уйти Перед Пиром Зачем Сынок Не Сейчас Зачем Ты Это Сделала Откуда Ты Знала Откуда Молчишь Молчишь Вы Не Поверили Керис Вы Не Поверили Ведьмаку Но Сыну Который Обвиняет Родную Мать Вы Должны Поверить Это Резня Дело Ее Рук Она Опозорила Себя Меня Весь Клан Сванреги Я Сделала Это Для Тебя Только Для Тебя Значит Ты Признаешь Свою Вину Как Старший Из Ярлов Я Возвращаю Доброе Имя Роду Анкрайтов А Тебя Вирна Приговариваю К Смерти Ты Будешь Прикована К Скале Умрешь От Голода И Жажды А Твои Останки Расклюют Чайки Отлично Сын Отлично Просто Замечательно Раба Можно Убить Так Рабов Не Напащаешься Грамотных Ты Грамотные Рабы Это Редкость Я Знал Что Бирна Стремилась К Власти Но Чтобы Пойти На Такое Что Теперь Будет Со Сван Риге Он Утратил Дом Имя Честь Его Ждет Изгнание Или Смерть Ну Да Хватит Об Об Напом А А Теперь Я Еду Под Гиденет На Совет Ярлов Пора Назвать Короля Как Думаешь На Кого Падет Выбор Поедешь Со Мною Сам Все Увидишь На нашем Совете Может Присутствовать Каждый Здравствуйте Голгрин Кипичин Рыбу Говорить Вызвали Его Перед Отче Совета Властители И Горлу Нож Приставили Или Кочергу Или Что Угодно Не Откажусь Тем Более У меня Есть Свой Фаворит Я Так И Думал Ну Пойдем А где Бирна Да Приковали Сказали К скале А К К К Скале К К К К К К К Мы Вовремя Наверное Уже Начали Недавно Мы Вернули Море Брана Но Сегодня Тризна Кончается Сегодня По воле богов И кланов Ступит На трон Новая Королева Последим Ей Честь Рыжик Смогла Я Знаю Не Все Хотели Видеть Меня В Короне Я Благодарю Всех Кто Был За Меня Здесь Под Священным Дубом Клянусь Что Буду Доброй Королевой Для Всех Я Надеюсь На Скеллиге Воцарятся Мир И Достаток И Вы Поможете Мне Исполнить Эту Мечту Какие Жиденькие Аплодисменты Как настроение Так себе В конце концов Меня же Баба Победила Непростая Баба Это верно Если уж Бабе Суждено Было Меня Победить Хорошо Что Ей Оказалось Керес Признайся Ты же Гордишься Ей Ну Хоть Немного Ну Немного Конечно Горжусь В конце Концов Мы Одной Крови Только Ей Не Говори А то Начнет Еще Нос Задирать Самое Важное Что Мы Показали Этому Лугасу Видал Как он Взъелся Видал Неужели Это для него Такое Унижение Наши кланы Вечные Враги Так уж Повелось Бывай Поздравляю Ты будешь Хорошей Королевой Благодарю Меня бы Здесь не было Если бы Не ты Ну и Какие планы У новой Королевы Скелька Слушать Учиться И еще раз Слушать А там Посмотрим Хороший план Надо Объединить Планы Я бы Постаралась Избежать Войны Но Если На нас Действительно Готовится Напасть Нильфгард Придется Дать ему Отпор Общими силами Сговориться С людьми Из Друмандо Будет Непросто Я видел Лугаса На коронации Он был Взвешен И это Еще Мягко Сказано Наши Рады Всегда Были В ссоре Но Я Попытаюсь С ним Поговорить Я Что Нибудь Придумаю Держу За тебя Кулаки Будь Здорова Че Как-то Совсем Не Кулак Показал Вижу Тебя Прямо Распирает От Гордости Ты Не Представляешь Скажи Мне Разве Какой Нибудь Ярл Может Похвастаться Такими Детьми Жаль Только Их Мать Этого Не Увидит Кирис Будет Хорошей Королевой Может Она Наконец Помирит Кланы Хорошо А если Нет У нее Всегда Есть Я Их Я Если Будет Нужда Мы Поднимем За нее Оружие Ну Фактически Да Это Один Из Самых Влиятельных Ярлов Которые Остались И Довольно Спыльчивый И Физически Могучий Брат Че Бонет Да И И Будер Правитель Случается Нечасто Поблагодарим Богов За Их Заступ Нечасто Сэвушка Жить Зазвал меня Ага К счастью Мать природы Не обделила меня Голосом И то что Других Видишь ли Один из нас Эйгель Вдруг Анимео Ни заклятия Не помогают Ни эликсиры Но говорят Голос Могут вернуть Сильные чувства Переживания Так что я подумал Может быть Ты Я конечно заплачу Дам тебе отличнейшую карту Для Гвинта А мы шевурки Где-то Сенифер Болтается Можно попробовать Но я даже не знаю С чего начать Мне его что Напугать? Вот Да Да Именно Напугать Разозлить Что хочешь Только не причини ему Вреда Эйгель Обычный Крупец У священного Дуба Бедняка Наверное Возносит Молитвы О своем Воздоровлении Шоковая Терапия Ну поехали Жестная Посуда Погашу ему Огонь Он что-нибудь Скажет Шума Если у нее Как следует Грохнуть Когда он Пойдет Спать Уши Выши Начали Выши Начали Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Где блин? Ты и есть тот самый молчащий друид? Ну да, глупый вопрос. Когда ты потерял голос, можешь показать на пальцах? Очень приятно с тобой общаться. Ну показал же. Какими способами тебя пытались лечить? Тебе давали какие-нибудь эликсиры, травы? Валу того, что не мой, он ещё и глухой. Сейчас он тебе на пальцах всё объяснит. Всё, прощай. Разговорами тут, кажется, не поможешь. Осиное гнездо. Может, получится его использовать для шоковой терапии? Тихо. Просто не пробующий. Чёрт! 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 Отцепись от меня уже, ты! Я... Обед молчания. Все пропало. Три года. Три года ни слова, ни единого писка. До сегодня я нарушил обед. Ты доволен? Прости, меня обманули. Прости, меня обманули. Я думал, что... Слова сочувствия. Исчезли с глаз моих баран. Да. А-а-а! Я отсюда слышал, как он вопил! Отличная работа, ведьмак. А вот награды, как я и обещал. Ну вот, пожалуйста. Борода до пояса, чувство юмора, как у сопливого мальчишки. Вот и божурил, да? О, герви-то дали. Очень неплохо. Скачки. Гвинт по-скеллерски. Скачки. Да, и все. Ведьмакчи заказа здесь только высокоуровнево остались. Ну и пора ход за сокровищем. Улучшение школы медведя. Улучшение школы волка. Ну, да, вот неплохо. И вот это вот. Объясни на пальцах, видишь, да? Мы с инкарнацией отправим в деревню Сунт. Деревня Сунт. Деревня Сунт. Деревня Сунт. Сон к западу от Ферлунда. Хорошо, а где Ферлунд? Сибирюк. Запад. Сибирюк. Запад, восток. Ну и где это? Вот здесь, что ли, где-то? Юго-запад от Кэрит Рольда. Вот Кэрит Рольда, вот юго-запад. Скиньте мне карту банально. Так я не вижу. На востоке острова. Ну, тут, скорее всего, где-то, да? Чуть не дупой, да? Да, вопросы это только реагенты в основном. Ну и чутка оба-то. Пошел я. Ну и идите. Хе-хе-хе. Сотня разведа Ферлунда есть на карте. Хорошо, хорошо. Ну а. Давай, ай, надэй, 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 где-то куда-то. Чёртова плотва! Так, куда мне? Вот сюда, да, куда-то? Или сюда? Шевелись, плотва. Халява! Так, где Ферлунд? На западу от него Сун. А, вот здесь, видимо, Сун, да? На! Плотва, как всегда, сжет. Запад слева, точно слева. Смотрите у меня. Вот деревня Сун. Ну и че, где тут она? Годи, плотва. Быстрей. Давай, плотва. Ты шевелись ты, господи, конь. Вот она. Горелос, крепость. Я забавил. Вообще, моя слева. Я не делала с由и. Ай. Ты шевелись онлайн. У меня нет. Невер дайвейка. Ай. Продолжение следует... 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 И речь не о мифах, а о краже. Тебя заботит кража, а нас, Цири. Для меня Цири тоже важна. Но когда я предлагал Енифер другие методы, она даже не слушала меня. Говорила, у неё нет времени. И результаты ей нужны немедленно. Она вечно носится, как ошпаренная. Это правда. Но теперь у неё, по крайней мере, есть причина. И поэтому она даже не задумывается о том, что может устроить... Что? Позняк. Что это? Нет. Енифер использовала маску. А вот и дожди. Быстрее! За мной! Надо реализовать маску! Давай быстрее, блин. Старый Хрич. Сейвушка. А что это вы тут делаете? Этих ты тут откуда достала, блин? Безумная женщина. Айен, довольность. Что это было? Единороги. Йен, чтоб тебя... Я понимаю, что это туманники. Только откуда они здесь взялись? Их притянула сила маски. Мышавур говорит, что маска может вызвать стихийное бедствие. Тогда хорошо, что он здесь. Он сможет сразу приступить к ликвидации последствий. Он тебе этого не простит. Я как-нибудь переживу. И что теперь? Маска откроет прошлое, но только в определенных местах. Там, где событие оставило сильный магический след. Держи. Этой фигней буду пользоваться естественно я. Да. А я наложу заклятие, которое позволит мне видеть твоими глазами. Ты собираешься читать мои мысли? Ты что-то имеешь против? Сечетовская краса тебя изменил? Нет, нет. Ничего. Все равно ты постоянно этим занимаешься. Значит, ничего страшного, правда? Пойдем. Первое место я уже нашла. С ревушкой. Ладно, давайте как по традиции на самом интересном месте мы закончим. Мо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Вот. Слушайте, я уже засыпаю. Сил нет. Спать хочу. Вот. Здравствуйте, Мирзовец. Что за чистка блоков? Вариантов все равно нет. Как бы и так, и так. Ну как так? Ну вот так, так. Ничего нельзя поделать. Ладно, дамы и господа. Сегодня, к сожалению, мы все. Помните, если вам понравилась трансляция, подписывайтесь на канал. Если вам очень понравилась трансляция, там есть группа ВКонтакте и канал на Ютубе. А еще, не знаю, можно комментарий написать, чтобы мне было приятно. Ну, или друзьям рассказать, чтобы хоть какая-то реклама у канала была поспешена работе. Вот если бы мог, поспал бы. А так хрен. Грустная история о том, как чей-то не может спать на работе. Так.